ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, нашли! Не получилось! Вы только вошли сразу! Сегодня мы с вами поработаем в комбинации. Сегодня у нас будет больше такой комбинационный стиль. Особенно, когда мы боремся среди мужчин. Там не получится просто сделать новый прием. Во-первых, должна быть тактика, стратегия. И плюс ваша работа, которая вы работаете здесь. Поэтому все нарабатывается, все нарабатывается десятилетиями. Невозможно. Наши виды спорта, как у нас некоторые думают, как попом и матом, или еще какие-то моменты. Два года где-то позанимавшись, и в нашем виде спорта такого не бывает. Поэтому само, да, это считается такой один из сильнейших баз борьбы. Поэтому сейчас мы разберем с вами по порядку. Значит, сегодня мы проработаем в следующее положение. Когда у нас мы выходим право-направо, и, например, я не всегда получается взять свой захват. То есть, например, смотрите, я начинаю брать правой рукой, соперник начинает на ней виснуть, начинает ее отключать, отключает нашу рабочую руку. Посмотрите. То есть, что вы понимали, там 2-3 минуты, рука у вас повисла, отсохла, и я уже соперника не смогу сдержать. Поэтому мы сегодня с вами поработаем одной из моих любимых комбинаций, когда вот особенно такие тягучие, кто-то подзатягивает, кто у нас такие борются именно с плотной борьбой. Мы пробуем в следующий комбинат. Посмотрите. Мы в этот раз, мы будем брать своей не рабочей рукой своей, а мы будем брать такой, который только посмотрите, когда я прихватил отсюда отворот, посмотрите, у меня не просто рука держит, а у меня рука постоянно начинает срочать. Видно? Постоянно я ей работаю. Даже если соперник пробует взять сверху, я постоянно ей виктую. Как только я сдал здесь захват, тяжело, если вы будете упрётесь в таком ключе, будет соперник вас начнёт подзатягивать, подзабирать её, эту ручку. Видно? Чтобы исключить этот момент, как только мы отсюда взяли захват, мы сразу начинаем соперника работать. Сразу начинаем вверх, вниз, вперёд, назад, и мы работаем в этом ключе. То есть, смотрите, как только мы раскрыли его, идёт первое, поведение руками из равновесия. Очень важно. Соперник должен чётко выйти из равновесия, чтобы его центр тяжести был смещён. Теперь смотрите, у меня идёт скрестный шаг. Посмотрите, я под соперника чётко подсел. У меня ноги идут таз в таз, такое ощущение, как будто я стал на стуле. И здесь у меня движение идёт очень плотное. И у меня идёт отсюда атака. Видно? Так, ещё раз. Мы сейчас будем разбирать такие тонкости. Вот. Поэтому для вас они очень полезны. Сама именно техника исполнения. Вот сейчас, почему я показываю медленно, мы не будем спешить. Сегодня мы поработаем именно над правильной постановкой ног и над техникой. Ещё раз, посмотрите. Не даёт мне. Я беру другой рукой, начинаю сразу его двигать. Идёт вот это движение. И вы видите, он сразу и я. Видите, что получается? То есть его центр тяжести всё равно направлен. Обращаю внимание. Если мы подборачиваемся на прямых ногах, видно, у меня нету той мощи, нету того движения, что самое главное, соперник меня может сконтрить. Конечно, там посадки, либо же меня сходить броском через грудь и так далее. Поэтому посмотрите, когда у вас, вы соперника отсюда раскрываете, идёт ответ движения, и сразу посмотрите, я под него как бы ныряю. Видно, что получается? И мы сегодня с вами так же сейчас мы проработаем ещё раз. Я сейчас сделаю вот этот бросок один. Мы его сделаем открытый. То есть, как я даже, как в этом борьбе происходит. Вот. Поэтому понятная история бросок через плечо со стойки. То есть, ещё раз повторяю, у нас ноги, после того, чтобы мы на береге раскрываем, мы можем выдерживать и так же помогать. Помогать. Мы только вот так разу. И второй момент, когда мы отсюда, соперник ждёт. Ну, например, я начинаю так же работать. Я, например, раз вошёл, соперник раз там, мне рука не доработала. Я опять начинаю искать свою атаку. Я бью, бью, бью. Ах, второй, не могу. И вот в эту атаку, посмотрите, мы показываем. У меня идёт то же самое движение. У меня идёт подшаг, посмотрите. Видно, он уже пятится назад. Видно, что получается? Как только он отсюда пятится, я не могу. Посмотрите, у меня идёт подшаг, сразу скрестный шаг. Здесь идёт движение очень плотное. Посмотрите дальше. У меня ножка не просто ставится, она как змея туда. оба. И дальше дорабатывается. Видно? Как под плиту. Как под плиту. Да. Ещё раз. То есть, мы приучаем соперника, например, атаким. Соперник знает, что у меня бросок через спину, корону, или там через плечо. Он знает, он выходит, например, вторую, третью встречу. Ага. Так. Мы начинаем перестраивать свою стратегию. Начинает работать с рабочей рукой. Мы поступаем. Ещё раз. Посмотрите. Показываю медленно, потом покажу побыстрее. А потом мы это свяжем, когда вы вперёд уже можете будет. Значит, туда размяться. Посмотрите. Мы начинаем. У меня рука всегда работает. Я могу также этой рукой там помочь чуть-чуть, да? Сместиться, убрать. Но рука у меня всегда фиктует. Посмотрите, я начинаю первый раз ходить, а он прямо четко потеряет. Я не могу уходить, я хочу уходить. Видно, он ждёт. Вот, посмотрите, как только я вторым моментом вхожу, видно, он уже подсел. Посмотрите, у меня идёт сразу раз, два. И движение идёт очень плотное. Здесь я также держу. И посмотрите, как у меня работает мах и корпус. Видно? Если же это сделать, побыстрее, вот сейчас, Михалыч, ты только, я войду, а ты прямо в чуплю по корпусу и второе то же самое. То есть, ты бы сейчас полетел, ты не залез, ты не подсел. То есть, ты должен чуть подсесть прямо, только чтобы чувствовать движение назад. Вот смотрите, мы вышли, начинаем работать. Я забрал за вказ, чтобы меня двигать. Чтобы меня двигать готов. Немножечко я раскрыл. Вот такие, опа! Вот он вышел, не получилось. А это второе движение, мама! Я уже здесь. Сразу доработал. Видно? Да. Вопросы? То же самое, когда вы через спину двигаетесь. Вот Артем Михалыч, как бы он ни упирался, я все равно его вытащу. Здесь называется мощь. Вот смотрите, в любой прием надо вкладываться. Вот так вот не пойдет, смотрите. Сейчас мы начинаем двигаться и налегке начинаем вот так бросать. Он не сопротивляется. Вы не забывайте об этом, что соперник во время борьбы будет работать в полную силу. Так или нет? Так. Вот поэтому всегда делайте запас прочности. вы должны в прием вкладываться. Как вам объяснить, чтобы было больше понятно? У вас есть любимое дело? Вот представьте, любимое дело. Вы приходите и у вас душа живет. Правильно? Вы, блин, кайфуете, то же самое здесь. Вы должны все в прием кайфовать. Вы должны в него вкладываться до конца. То есть крик есть, значит кричите, мы начинаем двигать. Да, как бы он не двигался, ах, 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 должен жить прям, может быть мощно. Вот тогда идет. Как бы он не ставил, я его все равно свалю. Вот такая вот задача.